Здравствуйте, уважаемые подписчики и все, кто смотрит это видео. Сегодня я вам покажу сервис от Google, как проверить любую картинку или фотографию на ее оригинальность. Я вам покажу на примере своего сайта, но сначала откроем непосредственно этот сервис. Вам понадобится браузер Google Chrome. Я непосредственно сейчас нахожусь в нем и открываю просто новую вкладку. Далее нажимаю «Картинки», нажимаю «Фотоаппарат». И непосредственно вот сейчас мы уже попали в сервис, который будет определять оригинальность картинки. Допустим, я хочу узнать, не украл ли кто-нибудь картинку с моего сайта. Итак, вот картинка из статьи «Как узнать пароль от своей Wi-Fi сети». Копирую URL картинки. Кстати, вы можете перед публикацией статьи своей на сайте загрузить сюда все свои картиночки, фотографии и проверить также их на уникальность. Итак, я буду проверять уже существующую картинку со своего сайта. И нажимаю… То есть я вставил сейчас URL картинки и нажимаю «Поиск по картинке». И как видите, вот здесь вот указаны все сайты, скажем, которые стырили вот непосредственно мой сайт, да, и эта картинка принадлежит моему сайту. Более того, статья эта находится в топе. А вот эти вот сайты все, они просто наглым образом, грубо говоря, взяли и стырили мою картинку. Но фишка здесь в чем? В том, что данные сайты уже, то есть, скажем так, скорее всего находятся под баном, либо на них наложены соответствующие фильтры. Давайте для пущей достоверности сейчас перейдем на какой-нибудь сайт, вот, допустим, вот на этот, да, и видим, что вот она картинка. Смотрите, здесь даже вот на моем сайте есть, значит, защита, да, такая своеобразная, www.abisat.com. Вот мой сайт, и это означает, что картинка принадлежит моему сайту. А вот этот человек, который ведет вот этот сайт, просто взял и стырил мою картинку. Зачем он это делает, я не понимаю, ведь Google накладывает соответствующие, скажем так, ограничения, фильтры, из-за которых этот человек просто не сможет продвинуть дальнейшем свой сайт в топ. Теперь я вам покажу, что должен выдавать сервис Google, если у вас картинка оригинальная. Вот, допустим, у меня вот есть новая статья, она еще не проиндексированная, и я хочу проверить URL картинки. Я копирую, и далее иду в сервис, вставляю URL этой картинки и нажимаю «Поиск». И, как видите, никаких списков нет, и это означает то, что моя картинка в этой статье, она полностью оригинальная. И когда поисковые роботы пройдут, значит, по моей статье, увидят Alt, то есть текст этой картинки, и, соответственно, она будет добавлена в общий поиск. И когда люди, допустим, ведут запрос, соответствующий этой картинке, люди могут перейти ко мне на сайт и более подробно ознакомиться с информацией статьи. Итак, еще раз, друзья, открываем пустую вкладку, нажимаем «Картинки», здесь нажимаем «Фотоаппарат», сюда либо вставляем URL картинки, либо загружаем картинки, которые хотим проверить перед публикацией сайта. Нажимаем «Поиск» и все. Все. Надеюсь, вам это видео поможет. Кстати, я вам рекомендую всегда вставлять в новые свои статьи только оригинальные картинки. Ведь благодаря картинкам также вас находят люди и переходят к вам на сайт, тем самым поднимая ваш трафик. Ну а на этом у меня все сегодня. Всего доброго. Подписываемся на канал. Не забываем. Увидимся в следующих видео. Всем пока. Продолжение следует.